Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ароматах, которые не нравятся на мне, окружающим. Вот бывают, конечно же, у всех у нас бывают такие ароматы, особенно если у нас много ароматов. Мы часто, ну не часто, мы можем слышать фу, от кого так пахнет, или там чем-то так надушилось, ой, какой резкий запах. Иногда люди не хотят тебе сказать, ну как бы что, фу, как плохо пахнет. Они вот говорят как-то так, заувалированно. Но ты понимаешь, что человеку аромат не нравится. Меня это ни в коем случае никогда не оскорбляет, ни в коем случае меня не заставляет, такие фразы не заставляют меня бежать и избавляться от аромата, менять свою точку зрения на него, да. Я просто стараюсь потом, если встречаюсь с этим человеком, его не носить, скажем так. Все. Вообще есть такая, знаете, политкорректность с ароматами. Я прекрасно понимаю людей, которые работают в офисах, в каких-то кабинетах, где много сидит людей. Если бы я так работала, я бы, наверное, тоже была против дам, которые носят какие-то очень яркие шлейфовые ароматы. Для меня это немножечко вот когда заходят в твою зону комфорта, если аромат настолько ярок. Просто, мне кажется, нужно очень аккуратно дозировать. Если вы сомневаетесь, лучше вообще не носить аромат, а потом с работы выйти и ороситься все из головы до ног, и это будет кайф. Ну, у меня такое ощущение. Честно говоря, я не работала никогда вот так вот прямо в офисах серьезных, поэтому я могу быть не права, но мне кажется, все-таки более легкие должны быть ароматы для офисов. Но сейчас речь немножечко не об этом, сейчас речь о ароматах, которые снискали комментарии какие-то не очень приятные. Итак, первый аромат, который был замечен, это Шанель номер 5 Eau de Parfum. В основном его комментирует моя подруга Роза. Кто следит за мной здесь и в Инстаграм, те знакомые с Розочкой. Вот Роза, она не любит Шанель номер 5 и не упускает случая всегда его вот как-то вот уловить и высказать свое мнение. Для нее это, да, для нее это бабушкин парфюм, нафталиновый, таракановыводящий и так далее. То есть все вот эти вот такие нелицеприятные эмоции, фразы она адресует Шанель номер 5. Слушайте, на вкус и цвет товарищей нет, я не пользуюсь Шанель номер 5 при Розе, чтобы ее не раздражать. Но, тем не менее, у аромата очень много поклонников, у аромата очень много недоброжелателей, да. Бабушкин парфюм, я соглашусь, очень много, вот здесь, например, в Сиднее, леди, таких дам уже в возрасте, от которых, конечно же, ты слышишь шлейф этого аромата, шлейф Шанель номер 5. 90% из 100% они носят Шанель номер 5. Вот куда бы вы ни пошли, вот они такие элегантные, сидят, пьют чай или там вино белое, и будет витать над ними шлейф этого аромата. Это очень популярный парфюм. Но мне кажется, не только возраст, не только вот бабушкин парфюм, он идеален для молодых девчонок, для джинс, для кедов, для белых майк. Это придает такой шарм, шик, то есть я его очень люблю. Но, конечно, он может вызвать негативные какие-то вот комментарии, но не надо обращать внимания. Это классика, это любимая мною, например, классика. Если кто-то мне говорит, что фу, Шанель номер 5, это такой уже устарелый аромат, и он не современный и так далее, я, конечно, не согласна. Я не согласна, но, тем не менее, многие люди так считают. Следующий аромат, два аромата, которые были замечены, это Пхулнана Гроссмит и Насуно Хан, тоже Гроссмит. Они обладают винтажным, ретро, звучанием невероятно красивым, невероятно таким стойким, элегантным, аристократичным. Но вот когда я в этих ароматах, очень часто люди замечают и спрашивают, что ты что винтажом пользуешься, это что какие-то старинные духи, это вот какой-то вот прям старый у тебя есть флакон или что-то вот такое. Я говорю, нет, но это современный бренд, ну, так, чуть-чуть вдаюсь в подробности. Вот они вызывают какую-то такую двоякую реакцию. То есть они, может быть, ну, не сочетаются, может быть, с моим внешним видом, и вот этот вот аромат. Потому что вот на моей подруге Вике они звучат очень-очень гармонично. На мне когда как. Вот когда они очень гармоничны, люди в основном меня о них спрашивают. Поэтому если вы вдруг хотели познакомиться с Маркой Гроссмит, вслепую что-то заказать, ни в коем случае, ребята, ни в коем случае пробуйте. Пробуйте и заказывайте там, может быть, пробники, тестеры. Монталь Чоколад Гриди. Ну, это вообще, это такая уже не только у меня, наверное, оскомина. Чоколад Гриди у меня единственный остался вот этот маленький пузырёк. Моему сыну он нравится. Иногда хочется. Иногда хочется такого вот прям откровенно сладкого гурманского парфюма. Вот он у меня один. Это вот Чоколад Гриди. Печеньями пахнет от кого-то. Ты что, пирог сегодня пекла? А что так от тебя пахнет так вкусно? Девушка, вы на шоколадной фабрике работаете? И вот всё-всё-всё такое. Я не знаю, хорошо это или плохо, но когда ты носишь парфюм, наверное, ну не хочется, чтобы там спрашивали, пекла ты пироги сегодня шоколадом или нет. В общем, какая-то такая на него реакция. Я не хочу сказать, что она плохая, но специфическая. Специфическая. Пару моих подруг вообще его не понимают. Ну как ты вообще можешь им пользоваться? Это же, говорит, ну пахнет какой-то выпечкой, пахнет продуктами, пахнет вот, ну едой. Как можно так пахнуть? Вот такой аромат. Чоколад Гриди. Я думаю, что это не только у меня такой с ним, такая с ним ассоциация. Следующий аромат Иланг 49 от компании Нили Лаба. Я бы его, знаете, не стала показывать, но такой произошёл у меня случай. Ну я, наверное, сама виновата, конечно. Мы тут недавно посетили похороны. Ну, не близкий человек, ничего, просто вот как бы дань уважения. А уже старенькая была женщина, уже 80 с чем-то лет. Ну вот, мы сходили на похороны. Было лето, было жарко. Я вот почему-то решила на похороны нанести Иланг 49. Как же я чувствовала себя им. Вот просто невероятно дискомфортно. Я сидела, от того, что я нервничала, аромат просто благоухал вообще на расстоянии 5 метров от меня. И люди откровенно оборачивались. И вот так вот на меня смотрели. Кто сидел со мной рядом, взяли вот эти брошюрки и начали вот так делать. Я готова была просто вот выйти на улицу. Ну, если бы хотя бы было на улице прохладно, так слегка освежиться. На улице была жара 30 с чем-то градусов. И, в общем, этот аромат, он был просто... Он для меня в тот день просто вот сослужил ужасную какую-то вот такую... Не знаю. А вот такой с ним у меня случился конфуз. Никто мне не сказал, конечно же, что девушку, почему бы вы так вообще надушились сильно. Но было понятно. Было понятно. Первый раз у меня так случилось. Я чувствовала себя очень дискомфортно. Иланг 49. Ребята, не носите его на похороны. И вообще с ним нужно быть очень дозирован. Он очень дозированный, аромат яркий, аромат невероятно шлейфовый, тяжелый, мощный. Проникающий просто в мозг ваш и в мозге окружающих. Иланг 49. Так, далее аромат. Вот этот. Это Миколиф Блэк Ананда. У меня с ним случилась одна такая история. Я от души полилась. Чего делать вообще категорически нельзя. Потому что это вот Иланг 49, а это еще громче. Это еще сильнее, мощнее, яростнее, я бы сказала. Я им надушилась. Села в машину к мужу. Мы куда-то поехали. Он открыл все окна. Ему стало дурно. Он говорит, зачем? Зачем ты так надушилась? И я просто... Мы вот так проехали. Я говорю, а как же мы сейчас вот пойдем-то в гости? Как мы будем? Он говорит, я не знаю. Зачем ты так надушилась? То есть он очень-очень мощно пахнет. Очень мощно. Тоже с ним надо быть очень осторожным. Особенно, если вы вот находитесь в каком-то замкнутом пространстве, как было у меня с моим супругом. Мы сели в машину и вот куда-то поехали. Пришлось открывать все окна. Если вы где-то там собираетесь в какую-то тесную компанию и собираетесь надеть этот аромат, будьте осторожны. Следующий аромат, который я хочу показать, наркотик Винус. Наркотик Винус, он великолепный. Ну опять, если с ним переборщить, могут... Знаете, он индолит. Вот на моей коже иногда индолит. И я слышала, как сказали, фу, чем так воняет? Это был мой аромат. Это был наркотик Винус. Я ощущала себя такой красавицей-богиней, знаете. И когда я это услышала, это было просто очень обидно. Поэтому вот не хотела я вот его показывать в этом видео, но он получил один раз такой вот комплимент, к сожалению. Я, конечно, не призналась, что это я, что это мой аромат. Так в сторонку отошла и ретировалась быстренько. Но тем не менее, да. Он, если индолит, если вот при определенном климате, при определенной температуре и при определенной дозировке, то пипец. Это будет вот просто... Когда ты привыкаешь, ты этого не чувствуешь. Но вот окружающие, они могут словить вот этот вот дух индольный. Дальше. Портрет оф элэдди. Как комплименты. Вот для меня этот аромат один из самых комплиментарных. Когда я в нем, в основном все говорят, как он вам невероятно идет, останавливают, даже мужчины останавливают, спрашивают, что за аромат. Ну, говорят, что женщинам своим хотят подарить. Уж не знаю. Портрет оф элэдди Фредерик Маль. Но один раз он тоже снискал. Не очень такой хороший комплимент. Просто сказали, что воняет так нафталином. Знаете, говорит, так пахнет, как будто вот шкаф открыли, и там вот лежали старые вещи. Как-то он еще сравнил, что у него у бабушки так в шкафу пахло. Вот когда моль и когда вот эти мешочки. Ну, в общем, все-все-все-все-все. Вот это, вы понимаете, вот эту вот мою прелесть вот так обозвали. Так что был такой неблагоприятный момент, неприятный у меня вот с этим ароматом. Но это был один-единственный раз. Ну, человек, может быть, был не очень хороший. Мы больше не общались. Портрет оф элэдди. Вот так, вот он такой. Но он гениальный. Он гениальный. Я никогда вообще не поставлю его в разряд каких-то там плохо пахнущих ароматов. Аромат-агент-провокатор. Очень часто меня спрашивали тоже, что у вас за аромат. И когда ты думаешь, когда тебя спрашивают, что у вас за аромат, ты думаешь, что да, нравится, наверное, всякий аромат. Но вот в этом аромате часто спрашивают и с негативной точки зрения. Я говорю, что нравится. Знаешь, не очень. Не очень. Как-то так и странно пахнет. Кому-то пахнет мылом. Кому-то пахнет какой-то старой залежавшейся пудрой. Кому-то просто чем-то тяжелым пахнет ретро. Вот было такое. Хотя вот этот аромат, я его обожаю. И мой муж его обожает. Но вот он пару раз, ну не пару, даже больше, он вот ловил такие отзывы в свою сторону. Все, на этом ароматы, которые не нравятся на мне, окружающим, закончились. Слава богу, с остальными ароматами такого не было. Не замечала ни разу, никогда. Эти ароматы, знаете, это тоже, это не всегда, знаете, потому что я иду в этих ароматах, и все время что-то такое происходит. Нет, это вот по пальцам можно пересчитать вот такие вот ситуации. Но видео было запрашиваемое, а я собралась вот и сняла для вас. Я надеюсь, интересные темы. Пишите в комментариях, может быть, у вас были такие случаи, когда аромат вызывал какие-то негативные эмоции у окружающих. Это прикольно, это интересно, это иногда смешно, иногда грустно. Но слушайте, мы все живые люди, я понимаю, если кому-то там не нравится этот аромат, ну что я могу поделать, не всем же можно нравиться. Все. С вами была Аленка Блок, всем пока. Чао-чао, пока.